Ну и продолжение, да? Продолжение нашей окрошечки, да? Сегодня оцениваем три доставки, озвучивать не буду. Просто пишите в комментариях, окрошка номер один уже была. Могу поставить окрошки номер один, это та окрошка, где была включительно еще ложечка. Это очень хорошо. Могу поставить с 10 баллов этой окрошечки восьмерочку. Восьмерочку, потому что все-таки она сделана на сметане. Я считаю, что окрошка настоящая должна быть очень кисленькая, должна быть на кефире, либо на айране, либо на тане, да? Но многие, очень многие любят ее со сметаной, именно чтобы была жирненькая. Мы поедем дальше. Так, это была окрошка номер один. Теперь попробуем, значит, окрошечку номер два. Это была, которая в квадратненькой таре. Леся, как всегда, умеет открывать красиво на камеру. Так, окрошка номер два густая. Так, здесь также идет редиска, огурчики. Картошки хорошо мало, колбаски мало. Так, самое главное, но это она прям густая. Да, честно. Пробуем. Вот здесь чувствуется, чувствуется немножечко айранчик. Это вкусно. Вот здесь окислинки побольше. Друзья мои, конечно, на вкусстве товарища нет, но я люблю покислее. И по мне так. Эта окрошка очень вкусная, между прочим. Ставлю ей из десяти девять. Сейчас поедем на третью окрошку. Поехали, третья окрошечка. Очень красивая чашечка. Такая, да? Первый раз вижу одноразовую посуду. Друзья мои, это очень жидкая окрошка. Это не окрошка. Здесь ничего нет. Первое. Второе. Здесь одна жидкость. Колбаса нарезана ужасно. Огурцы ужасно. Боюсь пробовать, но вот так оно бывает. И надо будет этому заведению кое-что сказать. Так нельзя делать. В общем, друзья мои, первые две окрошки, они были просто шикардосиком. Всем приятного аппетита. Всем хорошего дня. Всем пока-пока.